Березинский заповедник Весна — лучшая пора года для встреч. Все оживает, просыпается после долгого зимнего сна. Я бродил по заболоченному ольховому лесу и любовался им и его обитателями. Вот гроза ночных просторов, бородатая неясыть. Ястреб-теревятник недоверчиво встречает вернувшегося из далекой Африки черного аиста. Тот уже занялся реставрацией своего прошлогоднего гнезда. Уш великан греется на солнышке. Зеленая жаба — просто заколдованная красавица. Шмель оп улетел. Самец живородящей ящерицы прошмыгнул по стволу и... Растворился весенней зеленью. Вскоре я набрел на мелкий лесной ручей. Вот так встреча! Бобр, еще юный, медлительный и неуклюжий, деловито вышагивал по мелководью. В таком месте бобра быть не должно. А бобр, вот он, упрямо пробирается вперед и только вперед. Интересно, заметил ли он меня? И куда направляется? Что заставило его оказаться здесь, в нескольких десятках километров от реки Березины, место, где бобры живут уже столетиями? Затаился. Кажется, я ему порядком надоел. Да у него еще и нос расцарапан. Вот, бедолага, кто же его так? Может быть, она, мородатая неясыть? Наверное, защищала птенца. Или ее черноглазая родственница, пеннохвостая неясыть? Могучий беркут, он на такое способен. Янатовидная собака? Вряд ли. Слишком мала и слаба. А вот рысь могла бы. И все-таки кто? Может быть, свой первый урок в жизни юный бобр получил от своих сородичей? Родина бобров, узкая полоска речной поймы или кромка озера длиной 100-150 метров. До двух лет бобрята живут здесь с родителями. А когда весной в бобриной семье рождаются новые малыши, подросших детей безжалостно выпроваживают. Плывите, мол, ищите себе свободный участок. Стройте свою жизнь сами. В заповеднике все удобные места уже заняты. Покинув родительский дом, молодой бобр забрел на чужую территорию и получил от своих собратьев по носу. Не лезь, куда не просят. Я шел за бобром то позади его, то забегая вперед. И казалось, что малыш уже не боится меня. Привык, не обращает внимания. Но природную бдительность все же не теряет. Заметил ястреба тетеревятника, испугался. Спрятался под ветвями корягами. Затаился. Попробуй, найди его теперь. Прошло немного времени. Опасность миновала. Бобр вышел на берег. И тут я увидел, как он умывается. Он чистюля. Первое, что сделал бобр, покинув воду, привел в порядок свою шубку. Сначала верхнюю, длинную, намокшую шерсть. А затем подшерсток. Удивительно густой, теплый и мягкий. Его он тщательно натер маслянистым секретом специальной железы, чтобы не промокнуть в следующий раз. Отряхнулся последний раз. Перекусил немного цветками и листьями ветреницы дубравной, к моему удивлению. Меню бобра строго вегетарианское. В нем больше сотни растений. А любимая еда — кора ивы, осины и березы. Ради нее бобр валит толстенные деревья. Но нашему бобру не до деревьев. Ведь он в пути. И поэтому только вперед. Большая вода реки близка. И бобр продолжил свой путь уже по суху. Разве что пару веточек лещины перекусить напоследок. Нет, не сейчас. Вынужденное бродяжничество молодых животных — явление обычное в дикой природе. Извечная проблема отцов и детей. Птенцы сизой чайки после вылупления всего месяц будут под присмотром родителей. Жизнь юных чеглаков полностью зависит от папы и мамы, но только полтора месяца. Чонги подставляют спину для катания своим малышам всего несколько недель. А птенцам черного аиста еще хочется получить лакомый кусочек, добытый совсем не своим клювом. Тридцатидневный птенец бородатой и неясыки уже покинул гнездо. А из гнезда болотной совы птенцы разбегутся еще раньше. В возрасте двух месяцев молодые выепи становятся самостоятельными. Лисята, покинув нору, уходят от родителей навсегда. А лосенок будет с мамой только до осени. Вот и получается, что трудности в жизни этого бобренка — проблемы подрастающего поколения всего животного мира. В глубоких сумерках наш герой наконец-то достиг большой воды. Что ж, дальше бобр поплывет сам. Здесь мне его уже не догнать. Я смотрел на уплывающего бобра и желал ему, чтобы царапина на носу была самой большой неприятностью в его новой самостоятельной жизни. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»